Губернатор Приморского края вручил памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания России за проявленное мужество. Обращаясь к виновникам торжества, он подчеркнул, что такие поступки формирует здоровое общество. Сегодня важнейшее мероприятие. Сегодня мы участвуем тех детей, кто своим поступком вписал свое имя в Добрые дела Приморья. И этот федеральный проект, который был основан под руководством Валентины Ивановны Матвиенко и Советом Федерации, бессловно заслуживает большое внимание со стороны и правоохранительных органов, как основного куратора здесь, на территории Приморского края, со стороны родителей, школы. Жители села Уборка Чугуевского округа, 14-летний Дмитрий Андросенко и 15-летняя Антонина Боброва в мае этого года предотвратили пожар в местном магазине. Не растерявшись, подростки начали тушить огонь водой, затем вызвали пожарных. Сначала Дима побежал, у меня было волнение, я переживала, что вдруг что-то прям очень сильно серьезное будет. Он побежал, ну, нашел бутылку в мусорке, с лужи начал тушить. Вот. Ну, я помогала. А 13-летний Ильмжон Илхомов и Мария Романова из Владивостока в конце сентября спасли 9-летнюю девочку от насильника. Ранее судимый мужчина напал на нее, стал душить и поволок в лес. Я шла с остановки в школу и услышала крики. Смотрю, мужчина ведет девочку в лес. Я встретила Мерфайза, мы пошли в школу и рассказали все учителям. Сначала как-то было страшно, ну, что прям тащат в лес. Потом среагировали как-то быстро и пошли в школу сказать учителям. И ее спасли. Когда несколько уроков закончилось, нам сказали, что девочку спасли и все нормально, может успокоиться. Всероссийский проект «Дети-герои» реализуется Советом Федерации с 2014 года. В этом году организатором проекта выступает МВД России. Мы честуем наших юных граждан, совершивших героические поступки. И это не просто высокие слова, это реальная жизнь, реальный поступок наших молодых воспитанников. Случаи, в которых юные приморцы оказывали помощь, происходили в разных ситуациях. Однако всех их объединяет слаженность действий, правильные и последовательные шаги, а главное – неравнодушие к чужой беде. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.